Итак, друзья, предлагаю обсудить следующую новость. Реал повторил клубный рекорд 36-летней давности. Прямо когда я родился. Совпадение или случайность. В общем, не важно. Давайте идем дальше. Вчера, 11 мая, а я напомню, что вчера было 11 мая, в Гранаде, Гранада это Испания, для тех, кто не знает, на стадионе Нуэво Лос Карменес, можно и язык сломать, завершился матч 35-го тура Испанской Ла Лиги, Примеры, кому как угодно, в котором местная Гранада крупно уступила мадридскому Реалу в пух и прах, можно сказать, дома 0-4. Ну, все-таки Реалу проиграли не так обидно. Некоторые радуются такому, что они вообще с Реалом поиграли, и там проиграли всего лишь 0-4. Благодаря этой сухой победе, сливочные, морковные, подсолнечные, в третий раз в истории провели в чемпионате Испании 19 сухих матчей. 10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провел Андрей Лунин. 7 Кепа Арисабалага и 2 Тиба Куртуа. Оказалось, все должно быть наоборот. Лунин в конце, а Куртуа первый. Но я напомню, что Куртуа травмирован долгое время был. Сейчас вроде восстанавливается. И думаю, если не в этом сезоне, то к следующему сезону будет опять первым номером. По 19 сухих игр в Ла Лиге у мадридцев было в двух сезонах подряд. Это 1986 и 1987. И 1987-1988. Мой год. Год дракона. Далее. Таким образом, они повторили клубный рекорд 36-летней давности. У Реала остается 3 матча для того, чтобы превзойти данное достижение. Он встретится с Соловесом, Вильяреалом и Бетисом. В принципе, с Соловесом можно сыграть на 0, но Вильяреал, Бетис, я думаю, все-таки забьют по голову. Так что... Но рекорд, тем не менее, может быть реально побит. Соловесом Вильяреалом